Майк Омэр. Заживо в темноте. Во тьме. Глава первая. Сан-Анджела, Техас, пятница, 2 сентября 2016 года. Он подтянулся и вылез на край могилы. Из-под ног осыпался песок. Песчинки шорохом падали на крышку ящика и пачкали её. На миг накатило раздражение. Ему хотелось, чтобы ящик, когда смотришь на него сверху, оставался чистым. Впрочем, он тут же улыбнулся себе, сообразив, как нелепо это желание. Ящик будет захоронен под несколькими тоннами земли. Что за беда, если на него просыпалась струйка песка? На миг он задумался о втором участнике. Участнице эксперимента. Вполне возможно, она слышала шорох песка. Наверное, даже поняла, что это значит. Его сердце зашлось. Мысль о том, как тесное пространство и кромешная темнота внутри усиливают звук, вызвала возбуждение. Он поднял лопату, воткнул в землю и вдруг остановился. Что за идиот? Увлёкшись процессом, самое важное-то и позабыл. Отложив лопату, он повернулся к ноутбуку, убедился, что тот работает. Обидно будет, если посреди эксперимента сядет аккумулятор. За спиной раздался громкий рёв мотора. Мимо проезжал грузовик. Он напрягся, скрипнул зубами. Место для эксперимента выбрано тщательно. Стена кактусов, деревьев и кустарника надёжно скрывают его от посторонних глаз. Этой дорогой почти не пользовались. Однако время от времени здесь всё же кто-то проезжал. А ему не хотелось, чтобы его отвлекали. Для важного дела требуется полная сосредоточенность. Он включил видеотрансляцию, вгляделся в экран. Пожалуй, угол не тот. Слишком высоко. Подошёл к камере, отрегулировал высоту треножником. Проверил снова. Вот теперь отлично. Наступал ключевой момент. От волнения перехватило дыхание. На миг он замер. Потом нажал кнопку, и трансляция началась. Вновь взявшись за лопату, он швырнул на крышку ящика первую порцию песка и гравия, стараясь не смотреть в сторону камеры. — Улыбнись в камеру, сынок! — вечно твердила мать. Постоянно требовала, чтобы он позировал ей для снимков в семейном альбоме. На четвёртом взмахе лопатой снизу донёсся приглушённый стук. Должно быть, рёв грузовика привёл девушку в сознание, и теперь она колотит по крышке ящика. Пытается открыть. Кричит. Кричит. От этой мысли он едва не уронил лопату. Его пронзило острое желание. По телу прошла жаркая волна. Не сейчас. Ещё будет время, когда я всё закончу. Пять минут, и крышка ящика скрылась из виду, хотя, прислушавшись, ещё можно было различить стук и крики. Интересно, кто-нибудь уже смотрит трансляцию? Может быть. В конце концов, ради этого он всё и затеял. И что думают? Просто пялятся на экран, ожидая пояснений? Считают, что это розыгрыш? Или звонят в полицию и пытаются объяснить, что видят? Дикое, непреодолимое возбуждение охватило и тело, и разум. Он не мог больше сосредоточиться, не мог вспомнить детали плана, нужно сделать перерыв, хотя бы на пару минут выпустить пар. Он бросил лопату и, подхватив ноутбук, поспешил к фургону. Закончив, обтёрся салфетками, снова надел перчатки и вернулся к своему делу, надеясь, что зрители не слишком по нему скучали. Где-то он слышал, что средний объём внимания у юзера, просматривавшего видеоклипы в интернете, 37 секунд. За эти 37 секунд он должен выиграть конкуренцию с прикольными котиками, порнухой, трейлерами новых фильмов. Надо действовать быстро. Вот почему подготовлены контейнеры с землёй. Он подошёл к раннему контейнеру справа, перевернул его вверх дном и опустошил в яму, зачарованно глядя, как комьями рассыпается земля. Затем разровнял спёкшуюся землю лопатой. Тоже повторил с другими контейнерами. Странно и сладко было смотреть, как дыра в земле заполняется и исчезает на глазах. Крики и грохот давно смолкли, надёжно скрытые земляным покровом. Но зритель в интернете их точно слышит. Он об этом позаботился. Он выпрямился и остановился, чтобы полюбоваться делом своих рук. Яма в земле почти неразличима. В спешке её точно не найдут. Он потянулся, отработан ныла спина, и краем глаза посмотрел туда, где блестела стеклянным глазом камера. Улыбнись в камеру, сынок. Вот теперь можно улыбнуться. Пусть никто и не увидит его лица. Глава 2 Квантика, Вирджиния, понедельник, 5 сентября 2016 года Квантика — город в штате Вирджиния, неподалёку от которого находится военная база Корпуса морской пехоты США, где, в числе всего прочего, находится лаборатория ФБР. Зои Бентли сидела за столом в кабинете и держала перед собой фотографию. Мужчина и молодая девушка улыбаются в камеру, сблизив головы, почти касаясь друг друга. Случайный наблюдатель не обратил бы на этот снимок никакого внимания. Обычное селфи. Но Зои замечала мелкие детали. У мужчины пустой взгляд. Улыбается он лишь плотно сжатыми губами. Так улыбаются врагам. А у девушки лицо невинное, наивное. Она ничего не понимает. Девушка Андрея — сестра Зои. Мужчина — род Гловер. Тот, что изнасиловал и задушил нескольких женщин. Прошёл месяц с тех пор, как Гловер зловещим призраком появился в Дейле. Появился, сделал пугающий снимок и снова исчез. Зои бросила фото в ящик стола и с грохотом захлопнула. Но знала, что надолго её не хватит. Скоро опять достанет снимок и начнёт в него вглядываться. Много лет назад Гловер жил по соседству с её семьёй. Зои тогда совсем юная, узнала о его преступлениях и сообщила в полицию. Увы, к тому времени, как кто-то обратил внимание на слова девочки, Гловер успел скрыться. Но с тех пор поддерживал Зои связь, время от времени присылал ей серые галстуки, такие, какими душил своих жертв. Прошлым летом его одержимость с Зоей усилилась. Когда она расследовала серийное убийство в Чикаго, Гловер начал за ней следить, напал на неё и едва не прикончил. А вскоре прислал эту фотографию. Подошёл к Андрею на улице, и сестра согласилась с ним сфотографироваться, не подозревая, кто он. После этого Гловер исчез, словно растворился в воздухе. Зои встала и прошлась взад-вперёд по тесному кабинету в отделе поведенческого анализа ФБР. Голова гудела. Было трудно сосредоточиться. В последние дни она плохо спала, а когда всё же засыпала, её мучили кошмары. Сев за стол, Зои открыла ПИНП — программу исследования насильственных преступлений. Сюда вносятся данные обо всех насильственных преступлениях, чтобы облегчить поиск серийников. Зои искала любые преступления, включающие в себя изнасилование и удушение за последние 24 часа. Нашла одно совпадение. И с сильно бьющимся сердцем просмотрела отчёт. 45-летняя женщина изнасилована и задушена в собственном доме в Нью-Йорке. Нет, совсем не похоже. Даже отдалённого сходства нет. Жертва уже не молода, задушена голыми руками. Да и Нью-Йорк слишком далеко. Это не он. Где же ты, Гловер? Была бы возможность, Зои поместила бы Андрея под охрану. Лучше всего с переездом в особое жильё для свидетелей, пока Гловера не найдут. Однако ничего не выйдет. И так пришлось потратить несколько недель и почти сорвать голос, уговаривая сестру хотя бы временно пожить у неё. Агент ФБР, занятый этим делом, больше не желает разговаривать с Зои, как и полиция. Все считают, что Гловер прочно исчез с горизонта. Что снова подбираться кому-то из сестёр Бентли он не рискнёт. Но Зои знала. Они ошибаются. Поняла по тому, как смотрел на неё Гловер во время последней встречи. По глазам. По голосу. На её столе не было ни фотографий, ни безделушек. Дважды она пыталась украсить рабочее место цветами в горшках. Первый цветок высох, за пару дней второй кактус продержался почти месяц. Зои считала, что проблема в недостатке воды и солнечного света. А вот Тейтум, её коллега и приятель, уверял, что она пугает цветы до смерти, когда вот так на них пялится. В конце концов, от цветов Зои отказалась и решила, что довольна с неё стола и беспорядочные кипы бумаг. За дверью послышались знакомые энергичные шаги. Зои вскочила, выбежала за дверь. И очень вовремя. Успела поймать начальницу отдела Кристин Манкузо. «Шеф, можно тебя на пару слов?» Манкузо не остановилась, даже едва на неё взглянула. «Только побыстрее, Зои. Неделя едва началась, а мне уже надо быть в шести местах сразу». Тёмные волосы Манкузо, как обычно, были стянуты в строгий, гладкий узел. Костюм безупречно отглажен. Всё в ней, вплоть до помады на губах, говорила. «Эта женщина здесь главная, и с ней шутки плохи. Я хочу работать по делу Гловера вместе с агентом Колдуэллом». Дэн Колдуэл, как и сама Зои, трудился в ОПА, составляя профили серийных убийц. Узнав, что его бросили на дело Гловера вместо неё, Зои пришла в ярость. Однако Манкузо была непреклонна. «Мы это уже обсуждали. Нет. Мне кажется, непосредственное знакомство с преступником будет очень ценно при составлении его профиля. Необходимо использовать всё, что нам известно, особенно поскольку есть основания полагать, что он может нанести новый удар». Манкузо остановилась у большого принтера, выплёвывающего листы бумаги, взглянула на верхний лист, недовольно скривилась. Затем снова повернулась к Зои. «Поэтому агент Колдуэлл и беседовал с тобой два дня подряд. Выяснял всё, что ты знаешь и помнишь о Гловере. Не думаю... По-моему, я могу быть объективной». «Не можешь», — непререкаемо отрезала Манкузо. «Тогда дайте мне отпуск, чтобы начать охотиться за ним самостоятельно. Нет, Зои, ты нужна мне здесь». «Зачем?» — она повысила голос. «Я работаю над делами десяти-пятнадцатилетней давности. Что в них такого срочного?» Манкузо поджала губы. «Бентли, ты забываешься». Она повернулась к принтеру, перебрала распечатанные листы, взяла несколько из них и зашагала обратно, не трудясь проверять, идёт ли Зои следом. Та поспешила за ней. Чтобы не отставать, приходилось почти бежать. «Кристин, я не могу сосредоточиться, пока этот человек угрожает моей сестре. Не могу работать. Пожалуйста, дай мне несколько дней. Больше ни о чём не прошу. Несколько дней, и аналитика в помощь». Манкузо немного замедлила шаг. Зои нанесла удар единственным оружием, которым с начала работы в Квантика ещё ни разу не пользовалась. И в ближайшее время пользоваться не собиралась, назвала начальницу по имени. Напомнила о том, что когда-то на оперативной работе в Бостоне они были подругами. «Вот что я тебе скажу», — ответила Манкузо. «Хочу, чтобы ты взглянула на одно дело. Когда закончишь с ним, дам тебе пять дней. С условием, что работать будешь напрямую с агентом Колдуэллом». «Договорились», — быстро ответила Зои, не веря своей удаче. «А что за дело?» Манкузо остановилась у двери в один из кабинетов. «Сейчас тебя перешлём. Полицейского файла нет, дело, как таковое, ещё не заведено. Информация поступила только сегодня утром». «Нет полицейского файла?» С удивлением переспросила Зои. «А что же есть?» «Ссылка на видео, на котором кто-то хоронит женщину заживо». «Не понимаю. Если это серийный убийца, должны быть другие случаи. Это первый случай». Зои недоумённо моргнула. «Но мы ищем серийных убийц. Скорее всего, будут и следующие». «Почему ты так думаешь?» «Потому», — ответила Манкузо, взявшись за ручку двери, «что видео озаглавлено «Эксперимент номер один». Глава третья. Кристин Манкуза открыла дверь в кабинет Тейту Магрея и, проскользнув внутрь, захлопнула её у Зои перед носом. Видит Бог, она любит Зои. Но в последнее время та словно задалась целью довести её до безумия. Весь последний месяц бесконечный шквал электронных писем, телефонных звонков, разговоров лицом к лицу и всё об одном чёртовом серийном убийце. Пусть Бентли хоть на несколько дней оставит её в покое. Тейтум поднял голову, удивлённый её появлением у себя в кабинете. «Доброе утро, шеф. Как прошли выходные?» «Слишком быстро», — ответила Кристина, садясь напротив. На столе перед ним лежала открытая папка. Когда Кристин вошла, он читал дело. Грей присоединился к ОПА недавно. Тех знаний и опыта, каких ожидала Кристин от своих профайлеров, ему ещё не доставало. Однако приходилось пусть и нехотя признать, хотя бы отчасти это компенсируется инстинктами. У Грея чутьё, как у охотничьей собаки. И мало того, он обладает почти невиданным умением слышать, что говорят другие люди. Тейтум показал себя в деле месяц назад, когда работала вместе с Зоей над убийствами в Чикаго. Манера расследования Кристин не вполне устроила, зато её подчинённые действительно предотвратили убийство целой семьи. Она с удовлетворением отметила, что сейчас Тейтум не улыбается. Вечную его улыбку кое-кто находил обаятельной, но на взгляд Кристин она придавала ему вид обнаглевшего юнца. Сейчас Тейтум смотрел на неё серьёзно и с интересом. «Что скажешь о Глене Уэллсе?» — спросила она. Грей недоумённо моргнул и откинулся на стуле. Его широкие плечи заметно напряглись. Несколько секунд спустя он ответил. «Уэллс — педофил, дело которого я расследовал в Лос-Анджелесе. Нападал на девочек по дороге в школу, хватал, насиловал и угрозами заставлял молчать. И фотографировал. В компьютере у него мы нашли фото более тридцати жертв. Одна девочка попыталась покончить с собой». Тейтум говорил, а Кристин не сводила с него глаз. Агент держался спокойно, говорил чётко. Однако губы его чуть подёргивались, а правая рука сжалась в кулак. Трудно было найти прямые доказательства. Все улики косвенные. Мы долго за ним следили, и, наконец, повезло. У нас на глазах он схватил на улице тринадцатилетнюю девочку и куда-то потащил. Мы подбежали, чтобы его задержать. Что произошло дальше? Он бросился на утёк. В переулок. Я погнался за ним. Посреди дороги Уэллс повернулся ко мне. Я навёл на него оружие и приказал руки за голову. Вместо этого он быстро сунул руку в наплечную сумку. Я выстрелил. Трижды. И что оказалось в наплечной сумке? Только камера. Видимо, он хотел стереть снимки, прежде чем мы его схватим. И Уэллс умер? Было служебное расследование. Меня оправдали. Теперь это дело могут открыть и пересмотреть, заметила Кристин. Тейтум широко раскрыл глаза. Почему? Судя по всему, появился новый свидетель. Какой-то человек видел стрельбу и решил об этом сообщить. И почему ждал столько времени? Кристин пожала плечами. Почему люди вообще поступают так или иначе? Сегодня утром мне позвонил специальный агент ОВР, парень по фамилии Ларсон. Знаешь его? ОВР. Отдел внутренних расследований ФБР. И разговор с этим Ларсоном вышел не самый приятный. Знаю. Коротко ответил Тейтум и стиснул челюсти. Кажется, ты ему не слишком-то нравишься. Не представляю, как тебе удаётся везде наживать себе врагов. Упорные тренировки. Грей усмехнулся. Словом, рассказывая мне об этом, он просто лучился от счастья. Хотел предупредить, что в ближайшее время тебя вызовут на беседу. Когда? Сказал. До этого мы не дошли. Я ответила, что сейчас ты расследуешь дело, в котором крайне важна срочность, и несколько дней тебя беспокоить нельзя. Но я сейчас ничего не расследую. Манкуза вздохнула. Вот тут ты ошибаешься. Думаешь, я стала бы врать Ларсену? И чего ты хочешь? Растерянно спросил Тейтум. Хочу выяснить побольше о том, кто и почему возобновил дело. И уже работаю над этим. Но мне нужно время. На несколько дней, пока я с этим не разберусь, тебе нужно залечь на дно. Тейтум кивнул. Тейтум заметила, что теперь он сжал оба кулака. Если она что-то понимает в этом человеке, не пройдет и суток, как он начнет сам звонить и выяснять, кто и зачем пришел по его душу. Попытается все разрулить. И выйдет только хуже. Намного хуже. На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться. И вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы тоже люди. Они тоже хотят кушать. И на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально. Особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите как минимум автора и декламатора, купив лицензионную книгу.